Юрий Анатольевич, второй матч завершен, две победы. Сегодня соперник был, конечно, на порядок сильнее, это очевидно. Игра была совсем другая. Давайте разберем, какие основные моменты вы могли бы выделить по сегодняшней игре. Будем позже, по горячим следам. Первое, прям вот благодарность и радость за девочек, что получилось выиграть эту игру. Это участники Пионата Мира Гаити. И совсем непросто было и англичанам играть с ними, и датчанкам, и китаянкам непросто. Это было хорошего уровня, индивидуально сильные игроки, играющие в европейских клубах. И как бы было непросто, действительно. Но вот даже при этом давлении, то содержание игры, которое, да, пока у нас оно не целостное содержание, а фрагментарное, но появляются очень интересные моменты. Мы очень довольны. Довольны также и работой, и уровнем организации этого турнира. Так получилось, что большую часть сегодняшнего матча пришлось провести на своей половине поля. Готовясь к игре, понимали, что, возможно, так придется? Или это стечение обстоятельств, так скажем, нас вынудили так играть? Мы готовы играть в разных блоках, и в высоком, и в верхнем, и в низком. И, в принципе, соперник вынудил нас играть. Если бы мы поднимались выше, к примеру, в высокий блок, мы бы, уступая в скорости, создали много моментов у своих ворот. Начиная с самого начала игры, когда Машина в такой жесткий стык пошла и забила, и продолжая дальше, игра была достаточно жесткая. Вы довольны тем, как команда вот в таком жестком футболе сегодня выглядела? Мы вообще лучше начали работать в контактных единоборствах, где не просто ходим вокруг игрока с мячом, а стараемся отнять, пытаемся воздействовать на него. И, ну, это регион такой, да, как бы Южной Америки, туда ближе, там все так играют. И вот те поездки, которые в Аргентину, в Парагвай, в Уругвай были, они потихонечку готовят нас к этому. Футболу контактному. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова